Хайк Медиа История Армавира и Черкеса Гаев Эта книга выходит в Краснодарском крае и посвящена такому нашему армянскому супэтносу, как Черкеса Гаев Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с журналистом и издателем Христофором Махитаряном Махитарян Христофор Вагаршакович Родился в Краснодаре, журналист, был главным редактором краевой молодежной газеты Автор романа «Пиарщик» Автор и соавтор сценария нескольких фильмов, в том числе «Живи и помни» Аршалуйс Главный редактор журнала «Хачкар» Руководитель проекта и редактор энциклопедии «Армяне при Черноморье» Редактор книг «Кинжал в саду», «Дорога в бессмертие», «История Армавира и Черкеса Гаев» В настоящее время руководитель редакционно-издательского отдела Армянской национально-культурной автономии Краснодарского края Барабзес Барабзес Добрый день Добрый день Ну, в связи с тем, что мы много лет знакомы, я думаю, что проще будет общаться на «ты» Наш сегодняшний подкаст, он посвящен, ну, поводом для этого стало издание, вернее, даже переиздание книги Сама книга, насколько я понимаю, но ты подробнее расскажешь Под авторством Великого историка российского, кубанского Щербины Да? Она вышла довольно давно, то есть в начале 20 века Если быть точным, в 1916 году в Екатеринодаре, кстати Вот, да, и вот прошло больше ста лет И, собственно говоря, ты тоже подробнее, чуть позже мы коснемся Я просто сейчас говорю повод нашего подкаста Произошло переиздание этой книги Книга называется История Армавира и Черкеса Гаев или закубанских армян Закубанские армяне, или Черкеса Гаи Субэтническая группа армян, поселившихся на территории современного Краснодарского края в X-XV веках Их численность оценивается в 100 тысяч человек, или 15% от общей численности местных армян Черкеса Гаи представляют собой одну из локальных субкультурных групп армян Северного Кавказа По преданию, первыми переселенцами были армянские воины Которые появились в горах Черкесии в XI-XII веках Они с почетом были приняты местным населением И вскоре заняли высокое положение в их сословной иерархии В настоящее время большая часть Черкеса Гаев живет в Армавире, Майкопе и Краснодаре Из среды Черкеса Гаев вышли известные промышленники Тарасовы и Багарсуковы Писатели Дангулов и Каспаров Автор книги «История Армавира и Черкеса Гаев» Федор Андреевич Щербина Русский, кубанский казачий политик и общественный деятель Историк, народник, основоположник российской бюджетной статистики Член-корреспондент Императорской академии наук Член Кубанской рады Глава Верховного суда Кубанской народной республики Поэт, писатель Место издания Екатеринодар Год издания 1916 год Книга переиздана армянской культурной автономии Краснодарского края в 2022 году Естественно, нас, как хайк-медиа, не могла не заинтересовать такая интересная новость И интересное событие в армянской жизни в целом И в диаспоре, в частности Вот об этом поговорим Я хочу сегодня немножко коснуться и еще других тем, но это чуть позже Но, прежде всего, вот книга, которая была написана в начале 20-го, по-моему, она была написана какому-то юбилею Город Армавир, если память не изменяет, в каком году дата основания В 1839 году он был, но он Аул Армавир, тогда это называлось Аул Вот, но планировалось, что это будет 75-летие, но началась война И все как бы это, что на Второй мировой войне Щербина, это вообще, на самом деле, один из самых выдающихся историков России того периода И, в частности, вот он, по-моему, автор был даже истории вообще кубанского казачьего На самом деле, это единственный историк, который написал фундаментальный труд Который так и называется, история кубанского казачьего войска Это основополагающий труд Ну и вот этот, извини, именно вот такой выдающий историк Вдруг берет Да, все знают, все знают Федора Андреевича Щербина Берет такую тему, очень важную для нас, армян Он очень важен для Кубани, поскольку его даже, прах его перевезли из Праги Где он был захоронен, поскольку он был аполагент Белого движения И он ушел в свое время, значит, туда, на ту сторону Перезахоронили в 2008 году в Краснодаре Все знают его как автора истории кубанского казачьего войска Но мало, к сожалению, людей знают его еще как автора Замечательного труда, исторического труда Поскольку это историк, прежде всего Документального, собственно, исследования Который основан, это не билетристика, это все основано на документах, на воспоминаниях, на записях Который называется «История армейера Черкеса Гаев» Я считаю, что вообще этот труд И вообще вся эта история совершенно невероятная В 7 веке нашей эры, когда армяне пришли беженцы в Крым И жили там замечательно, счастливо до 1470 года До тех пор, когда турки, значит, не захватили Крым И тогда, в общем, выходцы из Крыма Перебрались сюда, на Кубань В город Черкесии Тогда здесь не было никого, кроме черкесов Это были их земли И вот они прожили среди черкесов 400 лет 400 лет они полностью очеркесились Они потеряли язык полностью Они жили по обычаям, так сказать, иодатам черкесов Которые в то время, кстати, были полуязычниками, полухристианами Они замечательно с ними жили Черкесы их приняли очень хорошо Потому что им импонировал внешний вид воинов, закованных в железо Как это все, значит, вспоминали старики И, как я сказал, они полностью очеркешились Потеряли язык Единственное, что они продолжали упорно делать Они крестились Они считали себя христианами Уже не понимая в полной мере, что это значит Кто такой Иисус Христос Вот, тем не менее, они упорно крестились И считали себя христианами Вот, и это продолжалось почти 400 лет, как я уже говорил И они замечательно жили среди черкесов Мало того, они были замечательными аталыками То есть считалось за честь Аталычество – это обычай, который позволял брать на воспитание семью Знатного княжича, вернее, отпуска княжича Или сына или дочь какой-то из известной какой-то фамилии черкесской И черкесы с удовольствием даже князья отдавали на воспитание в армянские семьи Поскольку армянская семья – это был образец для них Того, как она устроена, как надо вести хозяйство и так далее То есть отдавали и мальчиков, и девочек И порой, поскольку армяне занимались еще и миновой торговлей И были такими незаменимыми в этом смысле людьми И они жили часто даже богаче, обеспеченнее, чем князья Которым отдавали на воспитание Но таким образом, через это лычество, через этот обычай Они породнялись с княжевскими фамилиями черкесскими И таким образом еще более укрепляли свое положение Кроме этого, как говорит Щербина Очень важно было использование такого аппарата Я вспоминаю его как цитата Как армянский ум И так это продолжалось до тех пор Пока не пришли из того же Крыма мулы И стали исламизировать Причем довольно агрессивно черкесов И вот тогда на них стали уже косо смотреть Называли их геурами Поскольку они продолжали креститься Они не желали принимать ислам И вдобавок еще начались русско-турецкие войны А черкесы начали помогать Своим, так сказать, единоверцам, туркам И, естественно, это никак не могло понравиться русским И регулярные войска начали черкесов оттеснять От побережья в горы Многие тогда переселились, вы знаете, в Мухаджирство В течение, когда многие черкесы были переселены в Турцию И, в общем, армяне тогда приняли судьбоносное решение Армянские старики пришли к генерал-лейтенанту Григору Это был начальник тогда Кубанской линии К генерал-лейтенанту Григорию Христофоровичу фон Засу И попросили их, так сказать, принять под руку русского царя Значит, и в 1839 году Это как раз является днем основания города Армавир Значит, под прикрытием хингинских казаков Первоорганизованные группы черкес-агаев Вышли, значит, из гор И были поселены на правом берегу реки Кубань Там, где сейчас стоит город Армавир То есть тогда это назывался аул Армавир Вот такая вот история Но самое интересное, на мой взгляд, было дальше Значит, когда их первые эти группы, значит, выходили к реке, к Кубани Их встречали священники ставропольские И по их воспоминаниям, значит, люди, истосковавшиеся по кресту Они хотели одного крещения, немедленного крещения Благо, Кубань рядом Значит, они падали на колени И, значит, под пение шараканов Их, значит, крестили в водах Кубани Вот таким образом они вернулись в блона армянской церкви И вот люди, потерявшие язык, потерявшие, так сказать, все обычаи Но вот упорно продолжавшиеся, продолжавшие креститься В течение какого-то буквально там трех, двух, пяти лет Ну, от двух до пяти, наверное Они как бы заново стали армянами То есть это генетический код сработал И они, значит, вместе со своими детьми ходили в воскресную школу А, значит, школу, как это бывает обычно в армян Организовали при церкви Церковь построили буквально на следующий год Кстати, за, как сейчас можно сказать, за бюджетные деньги Поскольку эти деньги были выделены из казны государственной То есть администрации было важно Чтобы здесь жили христиане Чтобы у них была церковь И чтобы, так сказать, колокол Ну, из царской казны, да? Из царской казны, конечно, да Чтобы звук колокола, значит, разносился по кубанской степи Это девятнадцатый век, все Это 1839 год основания Конец девятнадцатого века Нет, не конец Первая половина Первая половина Хотя черкесы, конечно, очень, мягко говоря, негативно отнеслись к тому, что армяне от них ушли Вот, и они, значит, поклялись, что этот аул будет разорен И многократно нападали на этот аул Но армяне, во-первых, сами были воинами хорошими Но самое главное, конечно, их охраняли казаки И этот аул, так сказать, несколько раз были такие серьезные баталии Но так аул этот и не был черкесами взят Аул имеется в виду армавир Да, но он был самый обычный аул По черкесскому типу Сакли Но самое интересное, как я уже сказал Что через несколько лет Буквально через 3-5 лет Они буквально снова стали армянами Ведь прожив 400 лет То есть это можете себе представить Сколько это поколений? Три поколения получается, да? Как минимум четыре поколения Это очень много поколений, около 15 поколений Одно поколение 25 лет Вот И уже через 20 лет армавир был такой Очень даже довольно развитый город А еще через 30 лет это уже был губернский, так скажем, город Где были библиотеки, театр свой был Было очень много, значит Была очень сильно развита промышленность И выходцы, потомки тех самых черкес-агаев Которые начали свой, скажем так, бизнес в армавире Они потом как раз и перебрались сюда, в Краснодар И вот эти замечательные здания, о которых мы говорим и видим Все эти прекрасные особняки Кстати, у нас передача построена по такому принципу Что мы предлагаем людям заранее Ну, написать вопросы какие-то, прислать к нам И вот время от времени эти вопросы, там не все понятно, но какие-то буду задавать Вот как раз в тему, о которой ты начал говорить Вот вопрос такой Марина Саакян задает Расскажите подробнее, пожалуйста, о наиболее выдающихся черкес-агаев Выходцах из Армавира Ну, это как раз то, что ты начал говорить о том Что многие из них переехали в Екатеринодар В конце 19 века, там во второй половине И по сути многое, что в Екатеринодаре было сделано Их уже усилиями, их руками Ну, вот какие-то наиболее выдающиеся фамилии Известные, может быть, даже и широкому кругу Вот тоже на этот вопрос, вот то, что Марина спрашивает Ну, эти фамилии довольно известны Не только уже историкам, но и широкому кругу Людей интересующихся историей Это те самые Богорсуковы, Тарасовы, Чарачевы, Дановы Их дома сохранились, замечательные особняки Музей имени Фелицина Это просто дом жилой, скажем так, Богорсуковых И гостиница «Централь», которая стоит на углу Она и была «Централь», потом она стала зеленым гастрономом Теперь она снова гостиница И библиотека имени Пушкина, и здание офиса «Руснефть» Это все в современном Краснодаре есть Да, да, и здание офиса МТС Это все как раз особняки, купеческие особняки Тех самых Черкесогаев, которым стало тесно в Армавире И первое время они, в принципе, там и оставались, жителями Армавира Просто открыли здесь фериалы А многие потом переселились, такие как Богорсуков, Тарасов Тарасов потом свою деятельность развил в Москве В Москве сохранились дома Тарасова А один из потомков Тарасова, Ханри Труайя Это, на секундочку, академик, так сказать, член Академик, как называли, бессмертный Член Французской академии литературы Написавший более сотни произведения И, кстати, многие из них посвящены классикам русской литературы Ну, он, кстати, и о Бармавире писал Тоже замечательная книга Насколько я знаю, Анри Труайя Он автор сценария фильма «Майрик» Да Который снял еще один великий французский Армянин Нри Верней Но И один из потомков, может быть, зрители даже помнят Это был первый советский миллионер Артем Тарас Да, 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 кстати, да, Артем Тарасов тоже один из потомков, да Ну, то есть такой именитый род Да, вот все это, все они потомки Черкесогаев тех самых Я думаю, что в обычной бытовой жизни тоже многие, возможно, сталкивались с еще одним упоминанием одной фамилии Аведов Это, наверное, это не Черкеса Нет, нет, это из персидских армян Ну вот, хорошо, что уточнили На самом деле, возвращаясь теперь к книге И вот она была издана в 16-1916 году Понятно, что в советское время не переиздавалось, но уже после советского времени прошло тоже много времени И вот как, вообще, как родилась идея ее переиздания Вообще, я, насколько понимаю, вот у нас перед тобой на столе не одна книга, а много, в том числе и эта, о которой мы говорим Я так понимаю, что это уже практически такое издательство армянское Да, да, у нас такое И ты, по сути, можно сказать, являешься таким главным редактором вот этого издательства Вот откуда взялась вообще инициатива, откуда пошла Кто эту инициативу поддержал И сколько уже, ну, помимо вот этой книги про Армавиру, Черкеса, Хаев Сколько уже сегодня изданий разных на свет вышло И какие, вкратце тоже скажи, вот об этих всех Вот история первой книжки, печати первой книги, поскольку это уже второе издание Она тоже, так же, так сказать, интересна, как и история самих Черкеса, Хаев В 2010 году, я тогда был редактором журнала «Хачкар», ко мне в руки попала копия Это был просто репринт или, как тогда говорили, от Ксерины, копия книги Вот той самой книги Это были просто листы от Ксерины Той самой книги 16-го года, которая была издана Екатерина Дарь Мне передали из Армавира Георгий Рафаэльич Ганьянц, он тогда был руководителем общины Армавирской Как редактор у журнала «Хачкар», может быть, мне это было бы интересно И я начал разбираться и увидел, что это совершенно невероятно интересная вещь То есть, хотя она была, естественно, копия той книги То есть, она с ятями, с этими свертами, с рыжицами и так далее Но я начал читать, разбираться и понял, что эту книгу нужно обязательно издать Потому что это такая, так сказать, неизведанная еще лакуна И нужно обязательно об этом говорить И нужно эту тему популяризировать, чтобы люди узнали, как это было на самом деле Кто такие черкесы Гаи? Это наша история И это все, ну, просто просилось И я нашел издателя Издательство «Традиция» Мы с ними познакомились Тоже довольно случайно И предложил эту книгу издать ему То есть, это русский человек, так сказать, никакого отношения не имеющий Это к армянской истории Я ему сказал, что Алексей, давай издадим И я уверен, что в нем она разойдется Он мне поверил, мы ее издали Она была такая очень скромная, я не помню тираж Очень скромная полиграфия Картинки, сейчас я уже признаюсь Иллюстрации в большей степени случайные Что-то я в музее нашел Она вся разошлась Полностью, буквально за какое-то короткое время И через достаточно большой период времени Когда уже начали работать общественные организации армянские Когда появились в полной мере, так сказать Меценаты, благотворители Благодаря которым стали возможны эти проекты Реализация этих проектов Потому что печатные проекты, они дорогие Книжки издавать, это такое дорогое удовольствие И вот тогда я как бы обратился вот к этой возможности Издание армянской литературы, скажем так Вот появилась первая книжка Я тоже посчитал, что она должна обязательно иметь право, так сказать, на существование Кинжал в саду Ваге Кача Вот, история тоже интересна В свое время эту книжку привез из Франции моему отцу, его знакомой И отец ее прочел и сел за перевод Он знал французский язык Я говорю, зачем ты это делаешь? Это было в 80-х годах Кто ее издаст? Тогда же совсем другая была ситуация И вообще, так сказать, печать это была привилегия государства И он сказал, я не знаю, я должен это перевести на русский язык И он ее перевел на русский язык И вот к столетию геноцида армян Она посвящена Третий геноцида армян Значит, автор Ваге Кача Это сирийский армянин Он в 28-м году родился там, в Сирии, в Алеппо Поэтому я так понимаю, что он из первых уст слышал все эти рассказы Книга это о геноциде То есть на примере истории одной богатой, большой, стамбульской, константинопольской семьи армянской Которая строила планы Которая, значит, там у них были магазины У них были, так сказать, дома Они замечательные Ну вот, судьба Обернулась так, как она обернулась Небо упало на землю И вот Ну как и многих Как и многих, да Армянских семей Тяжелая книжка Я ее почти наизусть Я ее знаю, поскольку я редактировал Я ее переделал, немножко переписывал Все-таки это был подстрочник, перевод Вот, тем не менее Вот она появилась Вот это первая, так сказать, книга, которую мы напечатали Под эгидой армянской общественной организации А далее это уже Я хочу сказать, что Печатные проекты, это уже стало системой Следующий проект, я считаю, это фундаментальный проект И беспрецедентный Второго такого проекта на территории России Я не знаю Это первый том Вот он, энциклопедии Армяне при Черноморе Это уже целый коллектив Интернациональный Это очень серьезный Труд Плод многолетней работы Вот сейчас заканчивается Подготовка второго тома Вот И еще После этого вышло Еще две книги Вот Это Там так замечательно изданная книжка Дорога бессмертия Значит, автор ее Михаил Сергеевич Тимченко Это кубанский казак Он был руководителем кореновского казачьего войска Вот И вообще-то человек удивительный Большой друг армянского народа Школьный Учитель истории Вот Потом он стал общественным деятелем Писательным У него Целый ряд произведений Посвященных Истории казачьего Кубанского войска Вот Но так получилось, что у него История его семьи Связана С Арменией То есть его предки Три предка По Естественно Нациоусской линии Они воевали В составе казачьих соединений Время Первой мировой войны На Кавказском фронте И все Трое Остались там лежать Значит Героически Погибли Да Естественно Вся эта история Как-то повлияла Не как-то, а повлияла Так сказать На Его Дальнейшую Профессию Он стал историком Первая часть книги Посвящена тому, что Казаки И армянские добровольцы Воюют Значит Вместе Причем Это были Регулярные соединения Армянские добровольцы Принимали Регулярные Казачьи войска Они получали звания И воевали Значит Вместе с казаками В общем Довольно успешно И нещадно Били турок Вот Но потом Вы знаете Что Началась революция Все рассыпалось Развалилось Фронт был оставлен Казаки ушли Разбираться Домой Значит Там Потому что Они Земли начали Отбирать И так далее Вот А вторая часть книги Посвящена Значит Уже Тому, что Вторая мировая война И уже Армянские воины В составе Армянских Соединений Это 409 И 89 Армянские дивизии Пришли сюда На Кубань Освобождать Вместе с другими Соединениями Вместе с другими Воинами Поскольку Это был Советский Союз Все эти Соединения Были интернациональными Освобождать Кубанские Станицы Уже То есть Тогда Помогали Собственно говоря Казаки И спасали И выводили И они ведь Многих спасли Через границу Выводили И Благодаря Так сказать Им Многие Армянские Беженцы Остались живы А теперь Их потомки Можно сказать Буквально Пришли сюда На Кубань Как воины Этих соединений 409 И 89 Армянской дивизии И уже Освобождали Кубанские Станицы И многие Из них Погибли И он Инициировал В 80-е годы Прошлого столетия Уже Создание Памятника Станицы Сергиевской Воинам 409 Армянской Стрелковой Пехотной Дивизии Которые Освобождали Эту станицу Многие Там погибли И этот памятник Прекрасный Из Туфа Замечательный Памятник Стоит до сих пор И каждый год Жители станицы Собираются Этого памятника Чтобы отметить День освобождения Станицы И вспомнить Добрым слойно Воинам Армянской Дивизии Которая Здесь Освобождала И погибала Вот такая Вот интересная Книжка И естественно Мы ее Не могли Пройти мимо Этого Исторического Факта Вот И книгу Эту издали Все эти Издания Осуществлены Под эгидой Армянской Национальной Культурной Автономии Краснодарского Края И благодаря Поддержке Финансовой Благотворители Андрея Амосова И Георгия Касьяна Вот Ну и Книга Которой мы С которой мы Начали Это вот Та самая История Армюера Черкеса Гаев Кстати Вот эта Картинка Взята С Той самой Книги 16-го года Вот она так И выглядела Вот Армянка В национальном Костюме У него Правой руке Значит Знак Меркурия Знак Торговли Тут Символ Прогресса Я так понимаю Труба Завод Паровоз И так далее А внизу Пахарь Мирный Церковь На заднем Плане То есть это И труженики И Торговцы Армяне Вот Она замечательно Издана Вот Здесь Масса Иллюстраций Оригинальных Которые нам Предоставил Историк Армавирский Который Занимается Темой Черкесага Уже много лет Сергей Николаевич Ктиторов Он является Соавтором В какой-то Степени Поскольку Здесь есть Большая Его аналитическая Статья Но естественно Не соавтора Не верно сказал Просто Ну как бы Комментарии Его Здесь Размещены Поскольку Автор у нас Фельбина Федор Андреевич Вот Это уже Получается Четвертая книга Четвертый проект Нашего армянского Издательства Скажем так Ну вот Это Издательство Оно Как бы Находится В Краснодаре При Региональной Армянской Культурной Автономии Кубани Да Ну под эгидой Скажем так Айк Медиа Армянская Мультиплатформа Новости Армении И Арцаха Документальные И художественные Фильмы Об армянском мире Интервью Подкасты И многое другое Мы работаем Во всех популярных Социальных сетях Мира Ютьюб Айк Радио Телеграм ВК Дзен Окей Наша аудитория 200 тысяч человек Мы с вами рядом В любое время В любой сети Смотрите нас Слушайте нас Читайте нас Оставайтесь На армянской Волне Еще такая мысль У нас Вообще В советское время Было очень много Книг издавалось И армянских В том числе И на русском языке Всех наших классиков Начиная от сказок Заканчивая большими романами Все Последние 30 лет Естественно Все это Ушло На нет Практически Я не знаю Ну Если какие-то авторы Появлялись Молодые В основном Это все Очень небольшими Тиражами И До широкого Круга Потребителей Не доходило То есть Насколько Вот я помню Там В моей Юности Если книгу Я брал Там армянского Автора Читать И открывал Последнюю страницу Там было Тиражи Там 100 тысяч 150 Сейчас О таких Собственно говоря Можно даже И не мечтать И с этим Вот Еще один вопрос Который от зрителя Нашего Тоже Решел Я хотел обсудить Чтобы мы обсудили Эрнест Карапетян Задает Такой вопрос На ваш взгляд Имеет ли будущее Само вот Понятие Книга Книга Издания В частности Армянских Авторов И вообще Книг Там Об армянском Народе Истории Как Бумажном Варианте Он Имеет ввиду То есть Вообще В мире Сейчас Все Меняется Соответственно Ну Я скажу Своё мнение Позволю Себя То Ну Как я думаю Что По большому счету Книги Превращаются Если про музыку Говорит Такой В винил То есть То что Сейчас Пластинки Это больше Не для широкого Потребления А для ценителей И моё мнение Конечно Книги будут Издавать И вот Шикарные Те издания Которые На столе Лежат Которые Ты сейчас Презентовал Это Издания Которые Ну Останутся Там На долгие Годы Потому что Здесь и Качество И Подход Виден Профессиональный Но Количество Общее Количество Конечно Будет уменьшаться Моё такое Мнение Телу Разных Причин К сожалению Люди Перестают Читать И Бумажную Литературу Можешь Сказать Уже Особо Не встретишь Человека С книгой В руках Где-нибудь Там В метро Или В самолёте Поезд Вот А твоё мнение Какое Вот По поводу Этого Вопроса Который Вернэ Задал Ну Конечно Трудно Это сказать Спорить И Прогресс С прогрессом Да Книга Как и Винил Кстати Винил Это сейчас Дорогое удовольствие Но тем не менее Ну и книга Не дешёвая Но тем не менее Есть Достаточно Много Любителей Они покупают Проигрыватели Дорогие Мой брат Например Купил Вот за какие-то Сумасшедшие Деньги Их собирает Этот Винил Он считает Что вот Это Как раз То самое Звучание Настоящее Но этим Как раз И показана Эксклюзивность Этого Вида Да Что говорить Непосредственно По сути Вопроса Конечно Печатная Книга Это Входящая Натура В какой-то Степени Это Становится Уделом Для избранных Поскольку Мы уже Не только Не хотим Читать А если Хотим Читать То Что-то Очень Быстро Клипово Коротко И так далее Даже смотреть Не хотим Какие-то Длинные Большие Там Репортажи И так далее Нам нужно Все быстро Коротко И так далее Но тем не менее Вот Я считаю Что наша Задача Вот просто Остановить Во времени И пространстве Что-то Очень интересное Нужное Важное Зафиксировать Зафиксировать Вот И начинается Это все С книги Да Книга Сейчас Это Большая Красивая Визитная Карточка Вот Я ее Имею Я ее Могу вам Подарить Можете Ее поставить Но И не только поставить Но естественно И читать Поскольку Достаточно Еще Количество Людей Я надеюсь Может быть Что-то Может быть Еще и вернется На круги Свои Как это часто бывает И это будет Даже модно Читать книги Поскольку Удовольствие Открыть книгу Ни с чем Не сравнимое Вздохнуть Этот запах Почувствовать Так сказать Лоск бумаги Это Дорогое И так далее Эти замечательные Иллюстрации Есть ли будущее Это Философское Понятие Понятно У каждого человека Свое мнение Я свое мнение Высказал Что это будет Просто Подарочное Это Издание Которое Правильно Фиксирует Что-то Но оно Стоит на полке Красиво И вряд ли Будет Широкое Потребление Иметь Да Это Так и есть То есть Это Как я уже сказал А какие Я уже сказал Первую часть Какие планы Вообще Есть еще По изданию Есть По издательству Этого Которого мы говорили Есть Несмотря на то Что Мы уже сказали Что это В большей степени Это Вещь презентационная Вот И это Наша Но не попытка Это действие Сохранить это Для Потомков Пусть это звучит Мышка пафосно Потому что Издание Печатное Оно Надолго Вне интернета Вне времени И так далее Но тем не менее Понятно Что Она никогда не будет Супер Так сказать Популярным Как 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 какой-то там Не знаю В тиктоке Клипе Там не знаю Что это такое Тем не менее Ну еще раз говорю Что как мы уже Говорили Это Удел для избранных Чтения Но тем не менее Мы продолжаем Идти в этом направлении Вот Сейчас Как я уже сказал Готовится к изданию Второй том Энциклопедии Армяне при Черноморье Ну Это история Это настолько Важно Ее нужно обязательно Сделать И Кстати Мы потом поговорим О том Что это в электронном виде Что это имеет И находит И более массового читателя Вот И в работе Сейчас еще одна книга Об армянских спортсменах Ну российских гражданах Советских гражданах В свое время Российских Армянского происхождения Которые Внесли большой вклад В развитие Спорта на Кубани Сейчас тоже в работе Готовятся к изданию Я считаю Что Все равно Вот такое будущее Есть у этих книг И мы должны Пусть мы Ну Для чего-то Они же сдаются Я знаю Что В Ростове Тоже очень хорошо Развита Армянская Книга Печатания У них есть Несколько проектов Очень интересных Об истории Об истории Норно-Хичеванской Общины Вот И Книги издаются И по всему миру И просто Они становятся Такими Как сказать У дел Избранных То есть Хотя много Книг И такие Палпфикшн Там И все в таком духе И детская литература В рассвете Своем Опять же сейчас Да Но Сразу хочу сказать Что тиражи Все равно Очень маленькие Это не массовый продукт Это как раз Чистая презентационная Вещь такая Вот Насколько я Понял Что в ближайшее время Будет презентация Да Вот этого издания О котором мы сегодня говорим В двух словах Тоже А что за презентация Где она будет И Это Насколько я понимаю Не первая Такая Не первая презентация К моему величайшему Удовлетворению К радости Это уже Тут же Своеобразная традиция Становится Каждую книгу Презентовать Да Это уже будет Третья презентация Она будет Также традиционно Проходить В стенах Автономии Армянской Национально-культурной Краснодаре Да Она будет В начале июля Презентация Ее как раз Несет Чисто презентационные Как это обычно проходит Чисто презентационные Цели То есть мы Представляем книгу Мы о ней рассказываем Мы показываем Обязательно Какой-то фильм На эту тему А потом Люди То есть это вот Чисто благотворительный Проект Культурологический Сейчас Модно говорить То есть люди получают Бесплатно Пришедшие туда Эту книгу Вот Если есть автор То автор подписывает Как это делал Тимченко Вот И с удовольствием Зачем-то же они приходят С удовольствием слушают Всегда зал полный И Книги расходятся Вот Не было такого Чтобы мы пришли Так сказать Все это Организовали А был пустой зал Нет Такого не было То есть я надеюсь Я уверен Что и Вот наша третья презентация Она соберет Достаточное количество Людей Они Они уже Знают заранее Что речь идет О каком-то интересном Издании Об истории Какая-то тема Интересная Ну они естественно Им говорят заранее Что это Ну то есть Я думаю Что все должно быть Нормально И в этот раз Иметь успех Ну хорошо И вот как раз Мы касались Вопроса Электронных И аудиокниг Это По сути Можно сказать Вопрос будущего Ну то есть Оно и настоящее Я Вот Небольшую справку Для себя тоже И для зрителей Такое Сдел Что в 21 году Ну статистика есть Что продажи аудиокниг В мире выросли В полтора раза Это при том Что эксперты Предполагали Снижение продаж Ведь из-за Эпидемии Пандемии Люди Стали проводить Больше времени Дома А не в транспорте Где чаще всего Слушают аудио Но все равно Произошел рост И вот такая штука Да Что Правда Проблема в чем Еще Это не набрало Популярность На территории Бывшего Союза Аудиокниги То есть Всего 9% Армян Регулярно Слушают Подкасты И аудиокниги Для сравнения В России Тоже не так уж Много 19% А вот США Там подкасты И слушают И знают 75% Населения Но С каждым годом Аудиокниги Станут все более Популярными Находят новых Поклонников И в этом Нет ничего Удивительного Аудио Единственный вид Контента Полноценное Потребление Которого Можно совмещать С другими делами От занятий Спортом До поездки В общественном Личном Транспорте И вот Тут я что Хотел сказать Мы В Гайк Медиа У нас есть Разные Виды Деятельности В том числе Прежде всего Конечно Это то Чем мы сейчас Занимаемся С тобой Это Съемки Это Новости Это Фильмы Программы Кроме этого Есть радио В студии Которые мы сейчас Снимаем Наши передачи И вот Как Такой Проект Будущего Тоже Хотим Пробовать Аудиокниги Производить Армянские В том числе По этим Причинам Что Да Люди Меньше Начинают Читать И Собственно Больше Обращаются К Аудио Вариантам Книг Как Как ты Вообще На это Все Смотришь И какие Планы Может быть Есть В этом Отношении Ну У нас Где-то Планы Смыкаются Потому что Те книги Которые В издательстве Изданы Часть из них Уже Можно Они готовы К тому Чтобы Просто Зачитывать И делать Из них Да Озвучивать И делать Из них Аудиокниги Потому что По большому счету Еще раз говорю Армянских Аудиокниг Вот я лично Сам занимался Современных Практически Нет В современном Технологическом Уровне Техническом Уровне Записанных Их практически Нет Причем Ни на каком Языке Ни на армянском Ни на русском Ни на английском Ни на французском Соответственно Здесь В общем-то Поле Для деятельности Довольно Большой Но вообще Как ты Относишься К аудиокнигам Как к современному Виду И Собственно Говоря Вот Может быть Действительно Какой-то Есть План действий Ну Предоставляющий Такую возможность Но правда Они никакого отношения К нашей армянской Действительности Не имеют И к нашим потребностям Вот И дорога дальняя Всегда Ну и Как ты сказал Это и спорт И дома в часы Так сказать Досуга И так далее И так далее Но вот Эти книги Ты коснулся Что Вот эти книги Я уже Да Коснулся Начал говорить Что это Целый процесс Первая часть Это Издание Полиграфическое Бумажное Бумажное В виде Да Вот мы их сохранили Вот она есть Можно потрогать Можно подарить Можно прочесть Можно все что угодно Вот И пусть она стоит У нас Потом она перейдет Так сказать Дальше Вторая часть Процесса Это Размещение ее На В электронной Библиотеке На сайте Армянской Национальной Культурной Автономии Краснодарского Края Там прямо Есть То есть по сути Любой человек Любой наш Там есть окошко Такое Библиотека Значит И ты Открываешь Там Такие-то Такие-то Книги Достаточно Много Скачать Скачиваешь И там уже Ты на своем Каком-то Носителе Планшетики Девайсики Любом Можешь Где-то Там Удобно Для себя Время Прочесть Но Конечно Предпочтительнее Всего Иметь Аудио Вариант Потому что Ну это Во-первых Легче Для человека Читать С экрана Тоже тяжело Нужно Этим Заниматься Нужно Озвучивать Прежде всего И наши Книги И все Так сказать Сокровища Классику Детские книги Национальные Культуры Армянской Классика Детские книги Сказки Эти невероятные Замечательные Аванеса Туманяна Ну в общем-то Можно Перечислять Очень долго Этим Надо заниматься Это все Не просто Это все Требует Технических Соответствующих Условий Профессионализма Времени Времени Да Но эта ниша Совершенно Пустая И Если мы Этим Будем заниматься Прежде всего Вот мы Потому что Никто кроме нас В данной ситуации Не Ну здесь логично Потому что Если сами Книги издаете То в общем-то В эту сторону Надо идти До До того До тех возможностей Которые предоставляет Современная техника И в общем-то Останавливаться Только на бумажной Библиотеке Или только на электронной Ну как бы Не получится Вот я надеюсь Что это должен быть Целый комплекс В моем понимании Печатная книга В цифровом виде Размещенная Для того Что можно было скачать Обязательно Фильм Видео Насколько это возможно На эту тему Ну и Венец Всего этого дела Аудиокнига Но к сожалению Пока этим еще Мы Мы идем Но в принципе Все начинается С чего-то И этого не было Когда-то И есть Слава Богу Все те же Люди Благодаря поддержке Которые материальные Можно эти проекты Реализовывать И нас поддерживают И мы сейчас Как раз в процессе Находимся Я надеюсь Что Должно получиться Да получится Конечно По большому счету Вот мы сегодня То о чем говорили Если так Резюмировать Немножко То Ну в основе Конечно Был разговор О книге Конкретной Которые Будем презентовать Ты сказал Ты сказал Уже в начале Июля Презентация Будет этой книги История Армавира И Черкеса Хаек Еще раз Напомню Да Автор Великий Историк Кубанский Кубанский Российский Щербина И собственно Говоря Книга была Написана Им Издана В начале 20 века И вот По истечению 100 лет На сегодняшний день Силами Армянской Культурной Автономии И издательства Вот При автономии Под эгидой Эта книга Обретает Вторую жизнь Вот она Уже Собственно Есть И мы ее Покажем Она издана В издательстве Традиция Мы с ними Уже традиционно Сотрудничаем На очень Профессиональное Издательство Это Вот первый Такой момент Да Резюме Второе Невероятная Конечно История Самих Черкесых Гаев И Которая Требует Не только Вот Одной Книги Издания Но и В общем-то И передачи Программы Фильмов И Опять же Наши зрители Зрителям Наверное Будет интересно Потому что Немногие Скорее всего Вообще Знали Историю Этого Суб Такого Этноса Армянского С интересным Говором Диалектом С интересными Традициями Вот И самое главное Все знают 99% Я уверен Знают Что такое Город Армавир И я имею Я имею Ввиду Сейчас Не столицу Армении Бывшую Столицу А именно Даже Вот этот Современный Город Там Кстати Урожен Из этого Города Никита Павел Симонян Футболист Еще Многие Замечательные Люди Мы Также Вот Постарались Скоснуться Собственно Горя И Нового Современного Взгляда На книгоиздание Ну то есть Через Аудиокниги Я думаю Тоже Зрители Пусть Напишут В комментариях А как они Вообще На это Смотрят Нравится Им Вообще Само Понятие Аудиокниги Или Все же Предпочитают Старую Добрую Бумажную Книгу Наверное Мы Не Отказываемся От нее Но И Закрывать Глаза На Перспективы Развития Книгоиздания Или Аудиокнигоиздания Тоже Не стоит Потому что Ну Новое Поколение Как говорится Оно само Без нас Хотим мы Это Или не Хотим Придет К тому Что им Наиболее Комфортно Выберет Свой путь Да Да Я Хотел В конце Предложить Что-то Пожелать Христофор Если есть Несколько Слов Пожелать В общем-то И в целом Читателям Армянской Литературы И Литературы Об Армении Об армянском Народе В целом И Нашим зрителям Хайкмедиа В частности Пожалуйста Ну прежде всего Я хотел бы Обратиться К нашим Читателям С предложением Заходите На сайт Открывайте Кстати Энциклопедия Растиражирована В электронном виде По многим На многих Площадках На многих Электронных Библиотеках Да И Электронная Библиотека Арцаха Или Трес Еще многие Не помню Она Скачивается Она читается Видимо Не видимо А есть интерес Наверное Со стороны И историков И Может быть Поскольку Она написана В таком Доступном Написана Доступным Языком И Она активно Скачивается Ну и В принципе Может Многие Пока еще не знают Что Есть Теперь Такая Электронная Библиотека Заходите Смотрите Скачивайте Электронная Библиотека При На сайте Армянскую Культурную Автономию Правда Это Опять же Только Начало Там Их Не так Много Еще Но Уже Десятками Да Вот И Вообще Ребята Давайте Оставаться Культурными Людьми Давайте Читать Давайте Не забывать Что Все Таки Ничего Не придумало Человечество Лучше Чем Книга В любом Моем Виде Печатном Ли Аудио Ли Или Там В электронном Виде Любите Книгу Источник Знаний Поскольку Эта фраза В самом деле Бессмертна И Очень Часто Те Знания Которые Условно Которые мы Получаем Через интернет Через телевидение Это Несколько Мы получаем Мягко говоря В искаженном Виде А все-таки Книга Это Тем более Наш народ Который Уже Тысячелетия Имеют Не просто Историю Книгопечатания Да И Матан И Замечательный Да Ну и Будем Надеяться Что мы Будем Двигаться В этом Направлении Дальше Что мы Будем Создавать Ту самую Культурную Базу Будем Озвучивать Книги Будем продолжать Дальше Заниматься И Изданием Книг И Я Уверен Что Со временем Мы будем Говорить Об аудионовинках Вот И Будем Их Презентовать И В этой же Студии Поговорим О каких-то Новых Примерах Аудиокниг Вот Но Все-таки Без Печатного Издания Без книги В печатном Виде Без Так сказать Первородного Этого Варианта Но Я не мыслю Так сказать Все равно Дальнейшего Развития Человечества Скажем так Ну идем В будущее Но не забываем Не забываем Да О настоящем И прошлом Спасибо Спасибо За приглашение Всего доброго Всего доброго И в заключение Нашей программы Я бы хотел Привести Слова Французского Писателя Бюсси Шансы На выживание Нации Увеличиваются С каждой Прочитанной Книгой Читайте Книги Мир вашему дому Стэстюн Мир вашему дому Мир вашему дому Мир вашему дому Мир вашему дому Да